Здорово народу, на канале The Drunk Club Show, Сергей Карлович, Андрей Геннадьевич, очередной выпуск программы Degustation. Сегодня для вас подготовлен такой единичный, можно сказать, экземпляр пива, привезённое из Соединённых Штатов Америки, USA. Пивас сегодня будет у нас на обзоре. Его сегодня у нас в единственном экземпляре, потому что это не настолько популярный товар, наверное, у нас в стране. В принципе, нам, конечно, приходилось видеть данный лейбл. И вот, Андрей Геннадьевич, я вот скажу, с чем у меня связано именно это название, Pubs Blue Ribbon, это вот, если когда-нибудь приходилось смотреть какие-то американские соревнования спортивные, вроде Носкар или бейсбола, вот там вот я видел этот лейбл на рекламных каких-то счетах. Вот оттуда у меня, наверное, есть какие-то... Ну да, вообще сам по себе лейбл, он в такой какой-то медальки, как бы запакован. Ну, в принципе, что такое Blue Ribbon? Да? Это голубая лента. Пиво-голубая лента. Вот так оно. Ну, голубую ленту, знаете, вешают, иногда, победителем, то есть, как бы, голубую ленту и там медаль, или как, ну, вот это... То есть, такое... Первое, второе, третье место, так сказать. То есть, пиво-победительное, что-то так сказать. Можно сказать, да, какое-то спортивное такое соревновательное пиво. Кто больше выпьет, наверное. Может, кстати, устраивает в Америке. В Америке вообще любят всякую такую шалопинь делать. Вот. Пиво, соответственно, США, единственный экземпляр сегодня у нас в студии, потому что пиво из США вообще само по себе редкое. Мы, конечно, обозревали в десятом нашем, так сказать, предыдущих юбилейных выпусках программы Degustation, тоже американское пиво. Но это было крафтовое пиво. Это было крафтовое пиво, да. А это фабричное. А это фабричное пиво. Вот это нас и заинтересовало, значит... Ну, и фабричное расскажем, да, о фабрике, наверное, где оно делается. Это штат Джорджия, США, да, все-таки далеко достаточно от нас. Вот. И вообще, ну, вот как нам, опять же, удалось узнать, пиво с богатой историей, да. И производится оно аж с 1800, ребята, с 44-го года. Ой, это уже давно. До фига уже. Уже до фига. Даже не посчитать так сходу. 150 лет, грубо говоря, даже больше. Вот. Ну, и вообще, вот, выполненная сама банка, обратите внимание, в таких цветах, американского флага, да. Красный, белый, синий, звезд только не хватает. Что еще интересно, то, что вот удалось нам, опять же, узнать в рамках подготовки к нашему сегодняшнему эфиру, то, что во время сухого закона, как мы знаем, что в 30-е годы в США был сухой закон, и днем с огнем не сыскать было каких-то ликероводочных, вообще спиртных изделий, вот. И вот эта фабрика, чтобы не прекращать свое производство на время сухого закона, производила не больше, не меньше, как сыр. Да. Очень интересный, кстати, подход, на самом деле, потому что, как бы, фабрику, чтобы по кирпичам не разобрали, там, как бы, переименовали для другой. Да, да, да. Переоборудовали, она действительно вот в течение нескольких лет, пока сухой закон был, производила сыр. А потом опять старое доброе пивко, и приехала опять куда? В Российскую Федерацию. Вернулась опять на круги своя, да. Да. Что еще, Андрей Геннадьевич, хотел я отметить, то, что обязательно вовсюда добавляют кукурузу. Вот было у нас такое в 60-е, кажется, годы увлечения, то, что Хрущев, Никита Сергеевич, небезызвестный, насаждал у нас кукурузу, пытался везде ее... Толкать. Толкать. Кому не леньте, куда не леньте. Везде ее выращивать пытался и так далее. Но как-то у нас кукуруза не прижилась, да. А вот в Америке именно кукурузные какие-то изделия, опять же, бурбун, небезызвестный, да. Кукурузный виски. Кукурузный виски. Да. И вот здесь вот в пиве есть кукурузная крупа. Да и вообще в Америке само по себе у них другой сахар. То есть вот именно сахар, он кукурузный. Да, да. Поэтому у них... Кукуруза, она значительно более часто применяется, чем у нас в России. А поскольку, опять же, так сказать, если немного углубиться в историю пивоварения, используется, соответственно, та же самая небезызвестная у нас декстроза, которая сделана из чего? Правильно. Из американского сахара, из кукурузного какого-то. Вот. И, соответственно, вкус какой-то другой и все другое, соответственно. И технология тоже другая. Вот. По пиву, значит, что можно сказать? Пиво светлое, лагерь, пастеризованное, обычное. 10,6 у него экстрактивное сусло, если я не ошибаюсь. Нет, вы знаете, вот все-таки... 10,82. Да, все-таки обращусь к этому. До сотых буквально, ребят. 10,82, да. Ну, еще о литраже скажи. Экстрактивное, да, 10,82, оборотов 4,6, ну, что достаточно такое, не мало, не много. А литраж, да, вот здесь не пол-литра и не 450 грамм, здесь ровно 473 миллилитра настоящего американского кукурузного пива. Вот почему 473, вот опять же, мне вот это интересно. Галлон? Это четверть галлона? Не знаю, возможно. Ну, что... Какой-то галлон, наверное, какое там назначение. То есть просто почему-то вот эти 17 грамм до 0,5 не дали. И как бы и не 470, и не 475, а вот именно 473, и все, короче, и баста. Как хочешь тут разбирайся. Ну, пора, Андрей Геннадьевич, на самом деле, наконец-то его попробовать, посмотреть вообще. Ну, о цене не сказали, да, 130 рублей стоит банка. Ну, достаточно недорого, опять же, наверное, по современным меркам, учитывая, что все-таки из США его надо привезти, и это не так близко, да, как кажется. Карл, смотри, здесь что-то написано, смотри, please don't later или litter. Литр. То есть, черт вот это, не трясти, что ли его? Ну, мы его уже потрясли, так, потому что он как рванет. Да, да, да. Оценочки будем ставить, как обычно, по 10-бальной шкале, как это вводится у нас в нашей программе Regustation. Ну, и можем, действительно, как-то надеяться, что, может, действительно, у этого пива будет какой-то характерный запах, вкус, цвет и так далее. Пива много. Очень много, кстати говоря, да. То есть, вот опять же, нальешь колокольчик лимонат, сильно газированный, и вот он примерно так же. Натрясся, может, чуть-чуть. Может быть, чуть-чуть натрясся, да, он у нас только вот с дороги, буквально минут 10 прошло, как мы его привезли. Но не из Америки. Но не из Америки, да, значительно ближе. Вот. Ну, кстати, запах вот такой вот приятный, опять же. Вот чем-то, наверное, с Гройшем сразу. С голландской школой? С голландским, да, вот чем-то таким вот. Как ни странно, на самом деле, здесь вот сзади, хотел бы тоже обратить на это внимание, нет никакой наклейки импортера. Вот. То есть, здесь все дословно написано по-русски. По-русски, да. То есть, здесь рус, пиво светлое, пастеризованное, фильтрованное, pubs, blue, ribbon. Все по-русски написано. То есть, состав по-русски, импортер по-русски, где находится. По-русски. По-русски. Да. Ну, странно, что нету на нем вот обычно такие вот, вот вот такие вот. Ну, бумажные обычно наклейки просто. Импортные этикетки вот эти. Но здесь почему такого нет, не знаю почему. Но такого пива я особо вот у нас, если честно, нигде так вот не замечал. Ну, на вскидку, наверное, даже не вспомнишь, где, наверное, такое есть. Давай, попробуем. Дегустришь. Дегустришь. Поехали. Ну, есть что-то необычное в этом пиве. Что-то необычное. Ну, да. Наверное, что-то необычное есть. Вот. Вот к обычному светлому лагеру, вот я его не могу его отнести. Хотя на вид, оно обычное, светлый лагер с пеной. Вот только газированность. У него прям пузыри, аж так и пруд. Вот я бы, наверное, отметил излишнюю, наверное, какую-то газированность, да. То есть, бывает пиво такое очень сбалансированное в этом смысле. Такое вот. Газов ровно 100, поскольку он уже 10, все-таки больше. Оно такое на газировку больше тянет, да. Ну, вообще, мне кажется, что газировка очень сильно у американцев распространена. Оттуда же пошли Pepsi, Coca-Cola, да, и так далее. То есть, они любят все-таки всякое такое вот. Ну, сильно газированное. Сильно газированное, да. Ну, а так, в принципе, вкус довольно такой. Слушай, ну, какое-то послевкусие есть, то есть, то это не горечь, явно это не горечь. То ли это из-за золота, то ли из-за хрени. Оно даже немножко сладковатое. Я тебе больше... Ну, это кукуруза, да. Потому что, опять же, да, мне кажется, это стоит связывать именно как раз с тем, что здесь присутствует кукуруза, да. Какая-то вот... Кто пробовал кукурузную крупу, тот, наверное, поймет вот этот именно принцип. А давай обратимся к составу. Смотрите. Состав. Вода. Ячменный солод. Кукурузная крупа. Хмек. Все. Больше ничего в этом пиве не предоставлено, к сожалению. Да. Дрожжение. Алкоголь, да. Да, кстати, нет дрожжей. Смотри-ка, интересно, как они... Они газируют с помощью углекислого газа. То есть, оно фактически получается не натуральное воображение, а искусственное. То есть, как такого, как с баллончиков какие-то? Ну, как воду, газируют. Ну, я понял, да. Типа сифон. Типа таула, да. Вот. Мне кажется, что это именно таким образом делается, достигается, да. Слушай, ну, знаешь, если бы я пошел на какой-нибудь бейсбольный матч, я сомневаюсь, что я когда-нибудь в жизни пойду на бейсбольный матч, тем более у нас в Российской Федерации, это куда-то за границей, тем более в Америке, скорее всего. Ну, такое пиво, да, для какого-то бейсбола или на какой-то пиво. У них там жарко, в принципе, летом, почему не пойти на какой-нибудь бейсбольный матч, там наверняка такое пиво, может, в бутылки, может, в банки, может, на разлив вообще предоставляют. Так взял, нормально так. Сразу там обычно американцы такие здоровые у нас любят побольше пиваться, там всяких чизбургеров, каких бургеров возьмешь с тобой еще, дорогу нормально будет, на самом деле. Но, целом, я тебе хочу сказать, что пиво-то неплохое. Ну, пиво неплохое, оно, по крайней мере, как оно не особо водянистое. То есть, вот в нем воды вот, в принципе, можно чуть поменьше. Для лагера, наверное, нормально, скажем так. Ну, можно поменьше, но, в принципе, нормально. Ну, и опять же, вот такой вкус немножко сладковатый. Вот о чем я, наверное, говорил до этого, и хочу еще раз повториться. То, что вот взять же, там, я не знаю, Голландию, Грольдж, и вот там вот этот хмель прям такой вот с таким выраженным ароматом и с выраженной горечью, да, здесь такого вот, наверное, нету, да. И вообще, вот, для меня немножко непонятно. Здесь пиво такое сладкое, да? Угу. А при этом, ипо и апо, это тоже ведь американские сорта, распространенные американские сорта. И они уже конкретно такие вот горькие. Ну, видишь, опять же, апо и ипо, это, на самом деле, они подразумевают, что больше на хмели, как бы, акцентируют свое внимание, поэтому, соответственно, от них и плем таким вот хмельным продуктом, как есть. Вот здесь такое охмеление, вот, вряд ли минимальное. И, наверное, это его, в первую очередь, отличает от других, Да, в принципе. Но оно, опять же, не противное, то есть, это не какая-то вода, такая вот, на постном масте вот какая-то вот, что, знаешь, выпил, как бы, оно сильно газированное, очень водянистое, и при этом, как бы, ну, вообще никакое, то есть, вот, как обычно бывает. В принципе, впечатление такое, достаточно неплохое, поэтому я с оценкой со своей определился, ставлю шесть с половиной, то есть, наверное, что-то сверхъестественное, что-то выдающее все равно не показало, но при этом не противное, с каким-то характерным своим вот привкусом, опять же, каким-то характерным своим рисунком, скажем так, да? Ну да, что-то так, как-то еще обрисовать. Да. Ну, я поставлю, наверное, шестерочку, занижен на пол балла. Ну, пиво, да, действительно, оно не противное, его можно выпить, опять же, где-то на каких-то мероприятиях, там. Все-таки американских. В большей степени такое именно прохладительное. Да, как бы, ну, в принципе, может быть, как бы, да, если ты не хочешь сладкий лимонад, можешь попить такого пива, да. Да, но из недостатков, наверное, отмечу все-таки повышенную газированность относительно, там, тех пив, к которым мы привыкли. Вот. Поэтому, ребята, если увидите, ради интереса советуем попробовать. Да, можно. Да. Ну, оценки и тоже подведены. Подведены. Да. Расставлен. Да, шестерочка от Геннадьевича, шесть с половиной от Карловича. И это был очередной выпуск программы Degustation на канале The Drunk Club Show. Сергей Карлович. Андрей Геннадьевич, смотрите нас. на канал, ставьте лайки, комментарии под видео, ссылочки все в описании, на пабликонтакте, подписывайтесь на инстаграм, там все выпуски предварительно анонсируются, фотографии публикуются, ставьте там же также лайки, туда же подписывайтесь на инстаграм. Обязательно. До новых встреч, друзья. Пока. Пейте пиво, ешьте мясо, пока. И не скучайте. Пока. Пока.